Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Романа Титова все же утвердили на посту председателя бюджетного комитета ОЗС. Для этого члены комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства, который был недавно создан, собирались на внеочередное заседание. Накануне для утверждения кандидатуры Титова не хватило одного голоса. А в итоге депутаты все же внесли Титова на рассмотрение ОЗС. На пленарном заседании большинство членов парламента его поддержали. Кроме Титова был также утвержден председатель аграрного комитета. Им стал Игорь Стробыкин. Более 200 видов импортозамерщающих товаров выпускают в Кировской области. При этом в регионе разработан комплекс мер поддержки предприятий, выпускающих такую продукцию. В перечне продукции, например, критически важные материалы, комплектующие, инструменты и оборудование, лекарственные препараты, металлоизделия, станки, пластмассы. Производителям в прошлом году предоставлялись земельные участки в аренду без проведения торгов. Арендная плата за них утверждалась в размере земельного налога. Также для реализации новых промышленных проектов предприятиям предоставляют льготные займы под низкую процентную ставку. В прошлом году выдано 4 таких займа на сумму более 550 миллионов рублей. Также в данный момент нескольким предприятиям Кировской области направлены коммерческие предложения на поставку аналогов необходимых импортных товаров. Это такие предприятия, как Куприт, Лепси, Авварус, Амутнинская научная и опытно-промышленная база. В эфире «Экономика». В Кирове осудили лжеврача, обманувшего людей на 3 миллиона рублей. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель Кирова. Он обвинялся в создании ОПГ, которое занималось мошенничеством. Установлено, что в течение года, действуя в сговоре, несколько кировчан приглашали людей на бесплатную диагностику, а затем объявляли им о серьезных несуществующих диагнозах, в том числе об онкологии, и предлагали полечить на высокоэффективном медицинском оборудовании, которое в действительности являлось простыми массажерами. Так, лжеврачам удалось обмануть 34 жителя города и выманить у них сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Недавно прошел суд по делу организатора ОПГ. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.